Хлопок в машине, где находились мужчина и женщина, произошел рядом с этой трансформаторной будкой. Ударная волна могла повредить подстанцию, и из-за этого сразу несколько многоэтажных домов остались бы без света. Сейчас на месте ЧП до сих пор остаются выбитые стекла авто, а люди, возможно, родственники, приносят цветы в знак скорби к этому месту. Громкий звук посреди ночи услышали жители улицы 1-й микрорайон Кропоткино. Пенсионерка Лариса Сапко сразу побежала на балкон проверить, целы ли окна. На улице стоял гул автомобильных сигнализаций, и женщина не сразу поняла, что случилось. Стекла вылетели, задние и передние, и с той стороны, где она сидела. Мы вызвали скорую, вызвали милицию, вызвали МЧС. Ну, пока все приехали, естественно, машина стояла. Конечно, очень трагедия такая, что мы все были... У меня, например, даже давление поднялось от этого, как увидишь это. Жители дома рассказывают, что погибшие в авто состояли в отношениях, но с семейной парой не были. После случившегося очевидцы выдвинули версию. Причиной ЧП стала ссора. Ну, они там, так я понял, что то сходились, то расходились, он хотел с ней жить, а она там не хотела, что-то такое. Крик был. Был крик сначала. Потом уже взрыв. Причину не могут назвать и соседи по подъезду, в котором жили погибшие. Говорят, что за все время они ни разу не слышали скандалов. Какие у них были взаимоотношения? Семья была хорошая. Ну, как бы, не... Вот они лучше ее был, а, ну, как, она встречалась. После случившегося на место приезжали родственники. Похороны прошли накануне. Погибший мужчина и женщина проживали в этой квартире. Как говорят соседи, сейчас она пустая, и дверной звонок также не работает. По словам жильцов, здесь же находился несовершеннолетний ребенок. На данный момент он находится с другими родственниками. Ход расследования контролирует прокуратура Кавказского района. По информации ведомства, мужчина провел в колонии больше 20 лет. Его осудили за кражи, разбой и убийство. Инцидент взял под контроль Следственный комитет. Следователями территориального следственного отдела СКР устанавливают обстоятельства гибели местных жителей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.